привет меня зовут светлана приветствует вас на своем канале и сегодня дорогие мои друзья мы с вами делаем 4 расклада о чем он думает сейчас этот расклад конечно же общий его могут смотреть как девушки так и мужчины все вы для меня милые девушки не нужно говорить что мне уже 60 лет вы только для молоденьких гадаете я гадаю для всех и для меня вы все девочки 50 и в 60 и в 70 и в 170 лет и так дорогие мои друзья у нас с вами сейчас будет 4 расклада я буду конечно же обращаться к женщинам потому что подписчица меня намного больше женщин но мужчины подстраивайте под себя эту ситуацию итак четыре чудесные колоды лежат у меня на столе таро климта таро нефертари на золотое универсальное таро и таро батичели выберите пожалуйста для себя вариант или же посмотрите все четыре варианта и мы посмотрим сейчас на вашего человека когда вы не можете выбрать какой-то вариант я вам рекомендую либо смотрите все варианты либо можете перейти на мой второй канал светлана ведай магические гадания там общие гадания можете смотреть там возможно будет ваш вариант ну а если у вас несколько молодых человек например 1 2 3 4 также можете каждую колоду загадать на своих на разных молодых людей и так мы начинаем 1 2 3 4 в таком же порядке все это отложим и так первая колода кто загадал золотое таро климта сейчас посмотрим что он думает что он думает что он думает что он думает смотрите он конечно же ваш вас рассматривает как знаете такая женщина от которой невозможно отказаться десятка десятки старший аркан колесо фортуны как будто бы послана богом и как будто бы вот кармические даже какие-то отношения но все кармические отношения не всегда имеют завершение что такое кармические отношения это значит даны на какое-то время для того чтобы вы вынесли какой-то урок или отработали урок или завершили какую-то программу и все и в данном случае именно вот он вас и рассматривает как какие-то уроки тройка пентакли это уроки обучения и шестерка мечей это отъезд переезд либо он думает что он закончил уже какие-то уроки да закончились какие-то кармические отработки что он вынес какой-то урок от общения с вами да такое вот впечатление что вы постоянно его учите вот он время считает что вы что-то ему говорите учите проговариваете или постоянно горит это надо так делать это так надо делать и он уже вынес урок из этих отношений и отчалил к другим берегам отчалил друг другим или думает чтобы отчалил другим берегам это факт а что он думает вообще о вас как же вы то будете жить если он собирается отчалил другим берега но считать что вы не пропадете что мужчина есть у вас или будет потому что вот мужчина нарисовался даже если нет значит будет девчонки кто в этот первый вариант за года у вас идет мужчина семерка чаши семерка жезлов но здесь иллюзии какие-то знаете вот у него сумбур в голове у него сумбур и ему особенно он не хочет подробности вдаваться в вашу будущую жизнь потому что он прекрасно понимает что вы не залежалый товар у вас мужчина будет или уже есть и он не сильно хочет вдаваться подробности знаете вот семерка чаш это иллюзии это мираж это когда но не хочет он закрывает глаза как розовые очки отдел все все вот я был в этой жизни это кармические отношения мы любили друг друга все мне пора отчаливать другим берегам а как она будет жить я не хочу знать потому что он прекрасно понимать что вы вы четкость хорошо ставите на жизненном пути вы ставите и у вас вот мужчина уже идет или он уже есть понимаете а сейчас посмотрим а что же он тогда себе думает как же он без вас будет раз он отчалить хочет к другим берегам как же он как-то перевернулись что-то у него переворачивается в жизни а он отшельник он одиночка он волк одиночка у него вся жизнь под тайна покрытая мраком и тройка мечей вот это любовный треугольник как раз таки тут и нарисовался либо он кому-то ушел от вас либо у вас уже появился мужчина что говорит о любовном треугольнике но он постоянно в каких-то треугольниках понимаете он не может потому что мужчина то не уверенный по сути он один одинешенько вот такой вот отшельник понимаете и он не может быть в паре вот есть люди парные вот еще как говорят по гороскопу если брать весы до весы они всегда практически паре не бывает весов одиночек это редкость это большая редкость потому что по гороскопу весы всегда стремятся быть в паре вместе а вот это волк одиночка но не хочет он быть не хочет ни с кем и даже при нем женщина вот я вижу у него постоянно то одна то вторая женщина то одна то вторая женщина то есть человек боится он знаете как дерьмо в проруби перей вот переваливается он боится за бортом остаться и вроде бы как для видимости мы одна и вторая если одна выгонить другой пойду но по сути он одиночка у него нет такого понимать построение отношений нет ему как будто бы это и не нужно если у вас король то у него ничего нет а как он вообще видит перспективу может быть возможно быть вместе как он видит эту ситуацию если вы все-таки будете вместе ли он не рассматривает это почему очень даже рассматривает слушайте ну какой то вот знаете тюфяк я могу сказать по первому раскладу идет тюфяк потому что но если нет то я отчалю к другим берегам и там найду кого-то ты найдешь кого-то а вот если на дальше на перспективу смотреть ну да конечно я же люблю тебя двойка чаш влюбленность я же говорю тебе о том что я тебя люблю рыцарь и десятка чаш я хочу с тобой построить семью и отношения короче тюфяк значит девочки мои милые хотите вот такого тюфяка который ну вот будет делать так как вы сказали ради бога и кстати с такими женщины многие живут да ради бога он будет с вами будет вас любить и будет вам слова нежные говорить и семью с вами создаст но он никак учить понимать вот если вы на высоте стоите если вам еще мужчина идет другой мужчина вам идет с деньгами король пентакли это да бывает что это телес козерок или дева но это не всегда так это может быть или по луне знак земной или по асценденту земной поэтому сильно не зацикливайтесь на гороскопе но это человек с деньгами это финансово обеспеченный человек стоящий на ногах вот он понимаете поэтому думайте сами ну девчонки вы не пропадете первый вариант вы не пропадете у вас вот мужчина хороший но если этого вы захотите он всегда будет при вас но вот именно услышите меня не с вами а при вас как собачонка понимаете но если вы его пьете и пошлете нафиг но он и пойдет спокойно причем сильно переживать не будет и вот найдет другой как-то спокойно ко всему относится потому что ему что воля что не воля все равно что он будет с вами что он будет один ну как-то вообще по барабану это первый вариант давайте сейчас мы посмотрим что там со вторым второй вариант мифертари кто загадал на второй вариант мы смотрим сейчас для вас тоже учитель смотрите вы знаете он думает о том что вы ему весь мозг выклевали он считает что вы заставляли его и под свою дуду и танцевать играть петь не знаю такое впечатление что вы его что-то заставляли ругали его мозг выклевали а он бедный несчастный как дурачок с голой жопой ушел от вас и вот и вы виноваты во всем вы такая бесстыжая вы на него орали кричали и мозг ему выклевывали да что ж это такое понимаете вот он ушел и я вот один теперь один иду как дурак один пустой нищий вы все забрали у него и вы его послали и вот вот он не идет вот такой понимаете вот так думает давайте конкретно если он как дурачок идёт тогда что ж он думает о вас что с вами прям тут прям что-то мучиться да что ж такое девчонки ну мучиться именно к вам мы сейчас на вас смотрите 21 аркан карта мир исполнения желания и путешествие гармония у карта семьи да это и семерка как-то неудовлетворенность но вот знаете смотрите он он весь вот в мечах и в нулях да а у него нулевый арка вот он дурак и начало в новой жизни а у вас выходит 21 аркан вы уже завершили вы гораздо мудрее вы умнее его десятка пентакли это либо наследственные дела либо это узнать у меня чаще вот показу десятка пентакли это сила рода вот какие-то корни корни сила рода идет понимаете вот идет сила рода по этой карте все вы сильный человек вы четко стоите на ногах у вас есть жизненные принципы вы понимаете что нужно вам и куда вам нужно идти куда стремиться у него такого нет вы видно ему высказывали вот тройка пентакли это вы его учили знаете вот нравоучения какие-то ему говорили как ему жить как поступать что ему там делать да а он как дурачок он будет как ребенок понимаете как дебильный дурак сидел на уроках нифига ничего не слышал понимаете но вы с ним разные социального уровня вообще разные статуса понимаете давайте посмотрим хорошо что он думает как он тогда будет если без вас если без вас то как вообще себя ощущать но вообще-то он хочет побороться чтобы быть с вами он не остановится он хочет доказать что он достоин быть с вами или он должен быть с вами я не думаю что он сможет доказать что он достоин потому что он вообще нифига не достойный он и кстати это понимает даже если вас около зеркала поставить вдвоем да вы будете такая красивая женщина аккуратная да а вот он какой-то но ниже статуса да вот вы может одеваетесь так стильно красиво он как-то задрыпана но вообще разница колоссальная или вот у вас лицо гладенько у него помятая но что то вы разные с ним абсолютно социальный уровень социальная ступенька вы с ним разные и вы намного лучше выглядите посмотрите какая карта легла а он хуже выглядит он с какими-то изъянами понимаете но он будет бороться с вами это знаете вот идет информация такие мужики есть которые ах ты такая рассекая да ты плохая да ты меня учишь да ты вообще это и все и пятое и десятое гадости она говорят а потом говорят прости меня любимая прости дурака верни меня давай я вернусь будем жить вместе счастлива вот такая информация идет потом опять какую-нибудь гадость косяк там сделает вы там ему высказываете он говорит да ты такая рассекая опять меня унизила оскорбила да ты вот стрёмная какая-то а потом опять через день или через два опять просят прощения и пытаются возвратиться вот он еще побороться хочет понимаете за вас побороться давайте посмотрим на стоит ли вообще сохранять эти отношения и вообще что додумает по поводу того что жить вместе быть вместе нет жениться он не собирается он не собирается это и жить там может быть вместе и жениться он знаете чего хочет он хочет так пришел ушел пришел слил и ушел понимаете все больше ничего не хочет закрывается закрывается вот какой-то живодрыстик недостойный вас я извиняюсь еще прется лишь бы только где-то там отметиться отметину свою поставить вонючую да и свалить он не собирается не жениться ничего нету вроде хочет к вам нырнуть куда-то под одеяло и в то же время он не хочет быть с вами для него это тяжелый труд тяжелая ножа он прекрасно понимает что он не справится финансово вас не обеспечит он не потянет вас нигде и в обществе если вы вместе выйдете но совершенно разные где он где вы это разная картинка понимаете ну вот второй вариант такой давайте сейчас мы посмотрим с вами третий вариант второй берем ой ой прошу прощения тут свечи все у меня лежит все под рукой лежите свечи и различные сувенирчики так давайте третий вариант посмотрим что он думает сейчас о вас он думает очень даже очень хорошо о вас думает девчата вот вот кто выбрал третий вариант прям вообще думает думает прекрасно и хочет с вами семью может быть и семейный человек именно вас или вас рассматривает в качестве у нас семьи второй половинки хочет сделать предложение руки и сердца видит вас не только как вот просто там какую-то домохозяйку а по карте двойка жезлов как и и так же и своего может быть компаньона но что-то выбирает двойка жезлов все равно двойки это всегда какой-то выбор стоит перед ним и четверка чаш говорит о том что он прекрасно понимает что это его последний шанс понимаете вы для него последний шанс но он не может поверить в это понимать вот он ему да да вы даны и он не понимает то ли такому счастью радоваться что этому делать что что с этим делать действительно и вот знаете вот такое впечатление что он хочет вам сделать предложение лежит с вами вместе вот да но он просто испугался он не поймет такое счастье мне дано такое счастье да не может быть как так скоро так быстро неожиданно вот он на распутиках но все равно мысли у него хорошие мысли у него хорошие по поводу вас он вас рассматривает качестве жены давайте посмотрим еще конкретно это вот если по поводу ситуации да смотрим на вас какая карта ляжет опять двойка выбор видите тут какая-то тупиковая ситуация смотрите сколько двое двойка 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 понятно значит вы с ним ссоре уже понятно он вас любит и вы вот карта влюбленных но сейчас вы находитесь ссоре вы поругались и он не знает что с этим делать он хочет и тянется к вам он вас видит как правый он знает что вы правы и знает и в общем то и не собирается с вами спорить вот поэтому сейчас вот стал выбор потому что вы с ним поссорились понимаете вот она в ссоре но человек действительно вам очень хорошо относится очень давайте посмотрим что он о себе думает несчастным что ж с ним то что о нем то ой страдать без вас жить без вас не может весь свет для него не мил ничего не хочет никого не хочет кто бы ему что не предлагал другие женщины вокруг вас круто него крутятся не хочет не видит плачет тоскует четверка мечей вообще ни с кем не гуляет это и импотенция но и в данном случае это холодная постель то есть не как ни с кем у него связи половой нет абсолютно отдых передышка очень переживает сильно и четверка пентакли на это знаете карта жадиной но еще и деньги за жилье но карта жадиной здесь больше подходит найти такой вообще что он жалеет то время как же так я потерял что столько времени с ней был и все теперь из-за какой-то ссоры рука не дай мы теперь расстались и как же так ну короче человек переживает действительно реально переживает и никого у него нет кроме вас это факт не хочет он никого вот он не хочет не сексуально не общение не хочет ничего давайте по итогу посмотрим что там вообще стоит быть с ним или нет и что он вообще думает об этом так вот смотрите действительно вам нужно время вот сейчас вы как будто бы вдвоем взяли тайм-аут карта звезды на будущее но это на перспективу кстати карта неплохая и карта по повешенной в данном случае говорит либо вас спасет вот именно брак и ребенок если это беременность да вот если вы бы забеременели родили для него ребенка у вас была бы крепкая семья либо же эта карта говорит о том что ну да бывает она рассматривается как же в жертву что-то надо принести ну например поступить со принципами да допустим он гордый вы горды и вы не знаете кто первый сделает кому шаг но вот эта вот карта говорит что посмотрите на мир с другой точки зрения по-другому посмотрите вот если мы переворачиваем да вот такой вот свет да часто эту карту рисуют как иисуса христа как жертву но я немножко по-другому рассматриваю вижу эту карту когда я колоду свою создам я покажу вам как я вижу эту карту и так вот эта карта говорит о том что вот и вы и он сейчас в раздумьях понимаете подвешенная такая застывшая ситуация но это может надолго затянуться у вас могут быть и длительные отношения либо если вы затянете вот этот вот передышку вы можете просто передержать просто передержать передержите вот это девятка чаш говорит о том что и вы и он поймете что эти отношения ну и ладно ну и нет и и ладно и одному хорошо одно и хорошо понимаете то есть здесь если вы передержите то можно просто потерять эти отношения возможно потом вы сожалеть будете и он но уже ничего нельзя будет сделать поэтому совет третьему варианту не тяните позвоните первое или пусть если ребята смотрю значит первым откликнитесь потому что здесь отношения неплохие даже я бы сказала очень нежные и приятные по второму варианту попробуйте это сделать единственное что посмотрите чтобы не было ретроградных планет на небе особенно ретроградные венеры так четвертый вариант четвертый вариант смотрим что он думает о вас ну он считает что вы женщина загадка обладаете какими-то сверхспособными трудностями видите вещи сны можете предугадать какую-то ситуацию и наверняка он наверно замечал даже когда вот он что-то хочется врать вам или что вы его насквозь видите и он вам боится врать потому что вы его видите вот как рентгеном просвещаете он это чувствует и пятерка жезлов говорит о том что вы такая знаете отстаиваете свои права и свое мнение вы никогда не будете молчать если вам что-то не так сказали то есть вы стоите на своей позиции четко и правильно и тройка жезлов так же здесь смотрите ребята смотрите ребята интересно я смотрю что карты не такие посмотрите таро климта одна карта сюда затесалась но кстати это тоже не очень ну это тоже какой-то знак что я смотрю здесь жезла и смотрю карты не так вот пятерка жезлов тройка жезлов вот сейчас переложу эту карту но будем уже так раз мы начали значит я буду говорить по этой карте пятерка жезлов это как знаете даже то что вот из другой колоды карта пошла это можно сказать что вы какая-то космическая женщина не такая как все вот не такая как эта колода другая женщина он вас и видит что вы не обыкновенная понимать вы не заурядная женщина и вы отстаиваете всегда права свои как интересно получается что же он думает конкретно о вас в этой ситуации вашей ситуации у вас все пути дорожки открыты вы сентиментальный человек часто вспоминаете о прошлом может быть это кстати мужчина из прошлого а может быть смотрите у вас появился мужчина из прошлого и он начинает может вам его ревновать или еще что то но то что у вас дороги открыты вы сентиментальный вы помните все прошлое вы знаете вы и помните все добро которое идет из прошлого и так же вы помните зло понимаете вы и то и то хорошо помните как будто метео братцы когда говорит я не злой говорит а просто память у меня хорошая нет умереть я не злопамятный просто память хорошая ну вот как то так он говорит вот действительно что-то идет у вас что вы все помните что было раньше возможно ли этот человек из прошлого ли кто-то появился или появится у вас из прошлого это факт посмотрим сейчас на то что он думает о себе он считает что у него стабильная абсолютно ситуация и если вы знаете вот он так думает ну ладно если у тебя появился кто-то другой у меня очень быстро появится другая то есть понимаете если ты то и я кого-нибудь найду то есть он не будет теряться понимаете он не будет за вас бороться и у него есть свое мнение он своей семье стабильность стабильность может даже здесь покупка квартир он сейчас может о квартире думает а может быть рядом с ним женщина показывает рядом с вами другого мужчину а рядом с ним другую женщину показывает но кстати это может быть риелтор который помогает ему приобретем потому что тут как-то жильем связано но кстати это может быть еще в его может это его сестра или ну женщина при нем идет финансовый какой-то интерес у этой женщины с ним вместе с не знаю сотрудничество или что это за женщина но при вас мужчина здесь идет и сейчас посмотрим по итогу стоит ли вообще вместе быть или стоит ли вообще продолжать отношения что из этого получится что ж такое ребят ничего понять не могу вы видите это другие карты так еще быстренько просмотрим еще какая-то карта такие сразу уберу как это у меня так получилось впервые кстати такое вы знаете впервые такое чтобы карты путались но уже значит так будем смотреть пентакли 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 идут у нас а будете вы вместе будете вы помогать друг другу будете это вот даже здесь нет никакой любви к этой женщине у вас нет любви к этому мужчине это мужчина какой-то из прошлого это женщина какие-то финансовые интересы зато и снег вы будете вместе он вас рассматривает и он хочет быть вместе здесь такая взаимопомощь взаимовыручка идет понимаете когда вы что-то вместе делаете вы смотрите в одну сторону делаете что-то у вас цели общие задачи это что вначале вот эта карта на появилась и в конце это карта она возвращается вы все равно будете я не знаю на будущее насколько но вы еще будете какое-то время вместе он вас рассматривает как женщину свою женщину понимаете и тут финансы вам вместе опять таки будет комфортно и к вам придут финансы через него и че и че ему через вас придут финансы это однозначно но вот такой вот расклад сегодня был у нас четвертый расклад необычный надеюсь вам понравились эти расклады не забывайте пальчик вверху и слово благодарю писать но кто хочет обратиться ко мне за личной консультацией вайбер ватсап телеграм у меня написан на столе а также вы найдете в описании к видео мои реквизиты кто хочет закинуть донат и всегда вам благодарна в описании к видео все реквизиты ребятушки еще хотела бы обратить внимание кто обращается ко мне за личной консультацией очень часто но я вообще уже просто я не знаю как как говорить что говорит я вас очень прошу ребят не нужно звонить звонки не принимаются звонки будут сбрасываться только смс-сообщение вайбер ватсап телеграм пишите смс-сообщение и вам придет ответ отвечаю не всегда я у меня работает моя помощница поэтому не нужно задавать ей вопросы а вы можете это сделать а вы можете то сделать она не за чего там кто что может да и я бы не ответила на эти вопросы пока не сделаю личного распада полностью не разложу карты и посмотрю ситуацию вот когда я полностью увижу ситуацию я тогда вам скажу что я могу что я не могу что вообще я буду делать а что категорически против того чтобы делать понимаете не надо целые поэмы писать смс-ками в вайбере ватсапе их никто не читает но это только отвлекает меня от работы от работы мою помощницу поэтому не нужно этого делать ребятушки я вас очень прошу еще в соцсетях у меня тоже есть странички вы можете и там оставлять сообщение но я вам сразу говорю что в соцсети я крайне редко туда захожу тем более моя помощница лучше всего вайбер ватсап телеграм очень быстро мы просматриваем эти смс-сообщение и отвечаем вам всех вас люблю всех вас обнимаю целую благодарю чтобы вы со мной остаетесь кто еще не подписан нажимаете на кнопочку красную подписаться и рядом на колокольчик кто не получает уведомления значит здесь какой-то сбой программы в ю тубе опять отписывайтесь подписывайтесь и на колокольчик нажимаете и будете приходить уведомления вам будут приходить люблю вас всех обнимаю целую и конечно желаю всем добра и счастья верьте в мечту верьте мечты сбываются и ваша сбудется описательно все роднульки всем пока пока а и оно это или